Доброе утро, добрый день, добрый вечер. Как нас слышно? Видно? Напишите, пожалуйста, плюсики. Отлично, спасибо большое, Татьяна. Как на ваше настроение? Напишите, кто из каких городов присутствует. Интересно знать, чтобы, может быть, мы какие-то акценты. Уфа, отлично, привет, Уфа. Чтобы мы понимали, да, и вот это, может быть, делали какие-то акценты. Всем еще раз добрый день. Меня зовут Аня Додонова. Я начальник отдела по работе с агентствами компании туроператора «Спектрум». Рядом со мной Ирина Абулова. Добрый день. Как раз-таки, кто занимается непосредственно направлением Армения в «Спектруме». О, Армения, Ереван. Здравствуйте. Как у вас погода, Аня? У нас даже и Ереван присутствует. Здорово. Будете нам подсказывать. Подсказываю. Да. Мы сегодня с вами говорим про Армению. По мне, так это очень классное направление. Сто процентов возвратное для ваших туристов. Здесь присутствуют только профессионалы, эксперты туризма. Да, там, имею в виду, что они частные лица, поэтому мы на таком на нашем языке будем говорить. Это действительно сто процентов возвратное направление. Да, очень всем рекомендую. Сама жду не дождусь, когда вновь окажусь в Армении, потому что впечатлений масса. И больше чем уверена, что и у ваших туристов тоже впечатлений будет масса. И они к вам придут снова и снова бронировать эту удивительную страну, которая открылась для нас. Сейчас мы вам все расскажем. Так, начинаем. Времени у нас с вами час, поэтому мы начинаем. Передаю слово Ирине, а я буду свои пять копеечек вставлять все-таки же. Ну, я с вами еще раз поздороваюсь и стажу я вам барэмдзес, что по-армянски означает «здравствуйте». Очень рада вас приветствовать. И начинаем наш рассказ про замечательную Армению. Про Армению солнечную, про Армению гостеприимную, про Армению чудесную, про Армению древнюю, символом которой является величественная гора Арарат. И на самом деле Армения солнечная. Около 300 дней в году, даже по ней где-то я читала 320, это солнечные дни. Поэтому можно ехать и не беспокоиться, что будет плохая погода. Армения гостеприимная. Она очень любит, когда к ней приезжают друзья. И вообще гость считается посланником Бога в Армении. И поэтому и обращение вообще к людям там самое популярное – это джан, дорогой. То есть они так друг к другу обращаются. Джан там, и если к девушке даже обратятся джан, дорогая – это очень уважительно, очень почтительно. Вот. Она чудесная, как я вам уже сказала, Армения. Она даже не столько… она и чудесная, она и легендарная, я бы даже сказала. Потому что библейские легенды связаны с Арменией. Например, все знают про то, что про Ноев Ковчег и то, что Ноев Ковчег остановился у горы Арарат и таким образом сохранил земную жизнь на земле. Она и легендарная, потому что все знают Григория, просветителя, такого христианского святого, который молился и появился чудесный свет. И этот свет теперь как бы это благодатный огонь, который все время зажигается из года в год. В общем, кому интересно, можете познакомиться с этой легендой. Не буду как бы углубляться в нее. Она, в общем, это легендарная, чудесная, легендарная, как я уже сказала. Это, конечно, древняя страна. Потому что многие памятники архитектуры, которые находятся на территории Армении, они внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И, в общем, еще раз хочу сказать, что мы вас приглашаем и ваших туристов в эту замечательную страну Армению. Продолжаем. И более подробно о причинах, почему нужно посетить Армению. Вот я говорила, что многие памятники архитектуры внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И на самом деле так немножечко как бы... Есть, например, храм Гарни. Это вообще храм, который еще языческий. Первый век нашей эры. Таких вообще можно посчитать по пальцам, мне кажется, вообще в мире. Поэтому как бы это так. Есть Ичиня-Дин, который является символом... Это как резиденция католикоса всех армян. Это как Ватикан, который находится в Армении. Это тоже... Да, как Ватикан, который в Риме, а это в Армении. Да, который тоже внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Ну и много других памятников, о которых мы будем говорить, когда я буду рассказывать про экскурсионную программу в Армении. Полюбоваться на святую гору Арарат, как я говорила. Из любой точки Армении вообще видна эта величественная гора Арарат. Она как бы развернута к Армении. Раньше она находилась на территории Армении. Сейчас она находится на территории Турции. Может, кто-то не знает. Но из любой практически точки хорошую погоду эта гора видна. А так как я говорила, что 300 дней солнечных в году, то хорошая погода много. Ну и самое главное, чтобы не было дымки такой как бы. Но когда дымка, то тогда она как мираж так видна, все равно проявляется. Так что, в общем, тоже интересно. Далее искупаться в легендарном озере Сиван. Это высокогорное озеро с чистейшей прозрачной водой, где, в общем, совершенно замечательно и поплавать, и погулять, и посмотреть достопримечательность. Насладиться природой Армении. 50% территории Армении – это гористая местность. Это очень красивый ландшафт, очень красивые пейзажи. Это, ну, в общем, совершенно потрясающая природа. Кроме того, она богата природными минеральными источниками. И минеральной водой очень известной, вообще знаменитой джернук. И есть джележан, это где есть грязи, где есть тоже можно, в общем, очень хорошо поправить здоровье, отдохнуть и так далее. То есть Армения как бы интересна с разных точек зрения, природа Армении. Но погулять по современному городу Ереван. Конечно, Ереван – это и, с одной стороны, это и древний город, а с другой стороны, это очень современный город, с современным публиком, очень молодежный город, очень подвижный город, интересный город, где можно гулять вечерами, днем и, в общем, получать удовольствие от архитектуры города, от взаимоотношений с людьми. Как я говорила, они очень гостеприимны. Если вы, не дай бог, где-то потеряетесь или там туристы ваши там заблудятся, можно спросить, и вас даже и проводят куда нужно. В общем, это очень такие люди. У меня была история, я когда приезжала в Ереван, у меня было три группы. Три группы из разных городов – Ростов-на-Дону, Краснодар и Москва. Я летела из Москвы, мы сейчас вам рассказываем все это из Москвы, из самого центра практически Москвы, рассказываем про Ереван. И, естественно, я размещала группы, и в какой-то момент мне говорят, Аня, иди вот, тут здесь несложно, там пройдешь один квартал, и будет отель, какой-то другой отель, не помню уже какой отель, но не суть. И я иду, естественно, что-то я растерялась, а такая вся цитаты. И я останавливаю девушку молодую, и говорю, вот вы мне не подскажете, отель, есть такой отель в Ереване, на тот момент он только-только открылся, называется Париж. Вот, недалеко от площади республики, но тем не менее. Вот, немножко так вот в переулочках таких. И они смотрят на меня, я там судорожно что-то пытаюсь объяснить на русском, потом и на английском, еще что-то. Она, не зная русского, не зная английского, умудрилась меня чуть ли не за руку взять и довезти до этого отеля, сама не зная того. То есть это говорит о том, что даже, несмотря на то, что, да, может быть, кто-то не говорит по-русски, да, там, хотя, ну, все равно, большинство народу, мне кажется, так все-таки говорят. Вот, но они все равно, это, видимо, их в крови, не знаю, армянское такое гостеприимство, не только в плане, да, там, столов, ломящихся от еды, а именно вот какое-то отношение к городу, к людям, к гостям их страны, их, да, там, родного города, что она вот меня за руку взяла и повела до этого отеля. Поэтому всегда с радостью они подскажут, помогут, не надо их бояться, это очень душевный, душевный такой предушевный народ. Вот, вот это, такие, знаете, зарисовки с краешки, небольшие. Ну, более подробно у нас там будет тур, выходные в Ереване, когда мы по Еревану, про Ереван поговорим поподробнее, вот. Но, в принципе, как бы совершенно замечательный, чудесный город. А что еще можно сделать в Ереване, не только вообще, вообще в Альмине, это попробовать вкуснейшую национальную кухню. Об этом вот сейчас, если весь час бы мне сказали рассказывать, как вкусненько можно поесть в Армении, я бы, наверное, весь час могла это рассказывать. Но на самом деле очень вкусная кухня, очень много в кухне зелени, трав. Это дает такой своеобразный вкус, калоризм, свежесть. Можно говорить отдельно про овощи армянские, про армянские фрукты. Но когда мы говорим о армянской национальной кухне, я позволю себе еще пару слов добавить про одно самое национальное блюдо армянское, это армянский коньяк. А я здесь противовес коньяку скажу о том, что обязательно, будучи в Армении, попробуйте армянское домашнее блюдо. В общем, и то, и другое. И как бы сразу же, что привезти из Армении, конечно, сувенир номер один, это бутылочка армянского коньяка, да, фирмы конечного завода Арарат. Это как бы, конечно, мастхэв. Прокатиться на самой длинной канатной дороге. Канатные дороги есть в разных местах, но эта канатная дорога, которая называется там Крылья Татева, она даже внесена в Книгу рекордов Виннеса, потому что она самая протяженная, маятниковая, реверсивная, у которой как бы самый длинный беспролёт, ну, то есть такая безостановочная пролёт, самый длинный, вот, и можно очень быстро попасть на отдалённую точку. Ну да, собственно, почему Крылья Татева? Потому что там находится монастырь, да, знаменитый монастырь. Это всё находится в сторону Нагорного Карабаха, по-моему, в сторону Талежана. И вот сейчас, если Аня, да, там из Еревана меня могли поправить, где точно. Но раньше никак не могли добраться, то есть очень сложно, то есть это потрясающей красоты, как бы, да, там, монастырь, но к нему всё время, да, там сложно было добраться, потому что он стоит прямо на скале, и, то есть это долгий такой, там, такая дорога не очень, да, там, ослики, не ослики, я уж не знаю, там есть или нет. В общем, как только открылась вот эта вот канатная дорога, то доступ к этому, да, там, святому месту, он стал максимально быстрый, максимально оперативный. При этом вы с радостью можете, да, там насладиться потрясающими видами, они действительно просто завораживающие. Очень красивый пейзаж открывается. И там же есть рестораны, где вы можете покушать, как национальную кухню, так и, да, там, европейскую кухню, любую кухню, которую можно и нельзя, по очень выгодным ценам, поэтому обязательно нужно ехать и кататься на этой канатной дороге, потому что это определенное стопроцентное попадание, то, что вы не забудете никогда, наверное. Да, и перейдем к следующему пункту, почему нужно поехать, это послушать мелодию души дудук. Дудук – это древний армянский инструмент, духовой, как трубочка такая, которые очень такой дают какой-то грудной, такой глубинный звук. Очень красивый. Очень красивый, очень объемный. Вот, и поэтому, как бы, побывав в Армении, нужно обязательно сходить где-нибудь и послушать мелодию души дудук. Я по поводу дудука еще скажу, дудука, да, там скажу, что на озере Сиван, но мы об этом тоже расскажем, есть Сиванаванг, монастырь. И там очень часто можно встретить абсолютно, ну, то есть это не запланированные акции, можно встретить людей, которые очень красиво поют там, просто вот, ну, до мурашек. И как раз-таки вот один из них, он использует этот инструмент, и это, конечно, просто отвал башки, если можно так сказать, потому что ты стоишь в каком-то невероятном месте с потрясающим видом на озеро, и вот это вот, это очень красиво. У меня прям мурашки. Я вот на самом деле как-то тоже. Да, вот самые мурашки. Это безумно просто. Да, то есть дудук очень такой душевный инструмент, который на самом деле, да, возьмет за душу. Армения является безвизовой страной, и поэтому для граждан Российской Федерации. А сейчас, конечно, в условиях ковида нужно, для ковида нужно обязательно ПЦР-тест 72 часа. Вот, а так больше как бы никаких ограничений нет. Армения ждет. И прямой перелет, на самом деле, из разных городов России. Мы сейчас об этом отдельно поговорим, наверное, вот в следующем, да, у нас... Да, следующий слайд как раз... Слайд, это как бы полетная программа, которая мы предлагаем. Значит, мы предлагаем полеты в Ереван на регулярных рейсах различных авиакомпаний. Сейчас начала летать авиакомпания Армения, летает Азимук, летает Аэрофлот, летает Нордвинт, летают Уральские авиалинии из различных городов России. И это, конечно, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Минеральные воды, Новосибирск и много других городов, из которых летает регулярные рейсы. Поэтому как бы прилететь в Армению не составляет как бы сложности сейчас. Но здесь такой вот тоже важный момент. Вот те города, которые... Ну, конечно, если акцинированная, если акцинированная, то есть акцинированная не требуется. Понятно, конечно. Я почему хотела акцентировать внимание немного на полетной программе. Естественно, там чартеров в Армению сейчас нет, там летают регулярные авиалинии. И вот те города, которые перечислены, на этих городах у нас уже рассчитаны туры. То есть мы будем постепенно добавлять туда, когда там города, чтобы вы сразу имели полную картину стоимости, да, там, с перелетом. Но даже если вы у нас на сайте выбираете тур без перелета, у вас всегда в личном кабинете есть опция добавить перелет. Из, да, там, каких-то городов, которые, допустим, там, ну, не были заявлены, да, там, в самом туре. Даже стыковочные рейсы. То есть если нету прямого перелета, то он даст стыковочный рейс, там, через Москву или через любой другой, через Санкт-Петербург, через откуда просто удобнее вам, смотря в каком регионе вы находитесь. Конечно, да. Просто если вдруг вы своего города не находите, ничего страшного, не нужно расстраиваться. Если вы знаете наверняка, что есть вылет, то смело. У нас подключено, да, там, к нашим турам без перелета постоянное, да, как бы добавление регулярных вылетов, да, там, всевозможных, которые имеются, да. Да, динамические, с цинамической ценой, которая на данном уровне. И сразу вы увидите пакетную стоимость, да. То есть вот здесь вот такой момент, чтобы обращать на него внимание. Так, ну что мы предлагаем из продукта? Из продукта мы предлагаем, конечно, все, да, что только можно. Не только то, что здесь написано, да, но и как бы все, что, да, возможно. Но, конечно, в первую очередь Ереван, как вот уже Аня сказала, что это страна повторного посещения. То есть если турист... Есть даже знакомые, которые, побывав в Армении, потом остались там и сделали все, чтобы приехать и там жить. У меня подруга, которая работала, мы с ней коллега, да, мы работали с ней в туроператорской компании, ну, давно, лет 10 назад. И вот она сейчас, собственно, работает в Армении. И у меня есть знакомые, которые жизнь свою связали с Арменией. То есть, в общем, страна такая. Ну, а на самом деле и туристы возвращаются, потому что посмотреть все достопримечательности, как я говорила уже, попробовать еду, послушать и увидеть гостеприимных людей. В общем, это на самом деле очень хорошая, интересная страна. Так вот, мы предлагаем, чтобы познакомиться с ней ближе экскурсионные туры по Армении, разные продолжительности. Мы делаем событийные туры. У нас можно найти суточные цены и, опять же, к ним добавить, например, авиаперелет. То есть, это для тех, кто там, ну, в командировку или просто на несколько дней хочет просто погулять там по Еревану, я не знаю. Наземное обслуживание, любое предлагаем. То есть, любые трансферы, любые экскурсии отдельно. То есть, можете вы посмотреть там, допустим, в нашем экскурсионном. Некоторые экскурсии представлены, просто цены на некоторые экскурсии. И у нас есть, если вы выбираете, например, суточные цены на отеле, то кроме авиаперелета, можно выбрать, туда включены дополнительные экскурсии. И можно их прочитать и выбрать. И они тоже у вас сразу же включатся в пакет. Вот. Значит, наземное обслуживание, это я уже сказала. Корпоративные туры. Есть заявка корпоративная, которую мы обслуживаем, делаем. Так что, если у кого-то корпоративная... Кстати, да, там тоже про корпоратив, наверное, хочется мне добавить. То, что Армения, страна, в которую лететь сколько? Четыре часа? Да. Ну, то есть, она очень близко находится, да? При этом, она обладает абсолютно всеми услугами, не знаю, свойствами, если можно так сказать, для корпоративных туров. И я сейчас говорю даже не столько про какие-то развлекательные мероприятия, а, например, может быть, там, да, если вдруг у вас есть какие-то крупные клиенты, не знаю, там, фармкомпании, строительных, автобизнес, неважно, кому требуется проведение, допустим, цикловиков, каких-то там, я не знаю, конференций одновременно в пяти залах, то мы сегодня тоже вам расскажем про, как бы, да, там, топовые отели, да, там, которые есть у нас в предложениях. В предложениях, да. И они действительно, ну, как бы, предлагают такую опцию. Очень много площадок, очень много открытых, закрытых. Если на открытом, в природе можно природный ландшафт писать. Природные различные мастер-классы. То есть все, что может как-то пересекаться именно непосредственно с корпоративной культурой, как бы, да, там, туристической. Это все можно организовать в Армении, и Армения действительно к этому расположена. То есть она может это делать, может себе позволить. К сожалению, у нас в России мало таких площадок, ну, как по мне, вот, которые могут сделать достойные. Я не беру там Сочи и там Красную Поляну, которые там, да, там самые популярные. Но, тем не менее, площадок много. Мало в России, а вот в Армении их достаточно много. Ну, и организация свадьбы в Армении, что, в общем, тоже организация армянской свадьбы, это вообще отдельное красивое явление. Вот, так что, пожалуйста, можем организовать свадьбу, тоже накрыть столы, шатры, в общем, все, что угодно. Значит, перенесемся к туру. Один из туров у нас очень популярный тур, потому что он как бы четыре дня, три ночи. То есть это когда вы как раз познакомитесь с самыми основными достопримечательностями Армении. Посмотрите на символ Армении, гору Арарат, которая, кстати, размещена с новым ковчегом на гербе Армении. Вот, значит, и посмотрите основные достопримечательности. И сразу же я хочу сказать вот что, что основные достопримечательности, чем еще хороша Армения? Это компактная страна. Там много всего разного, но все расположено компактно. И поэтому, находясь, проживая постоянно, не нужно переезжать с одного места, да, по кругу там, например, в Армении, а можно жить, и нужно жить стационарно в Ереване, потому что достопримечательности от получаса до двух с половиной часов максимум. И вы уже как бы находитесь на... Она как бы кругом таким расположена, не вытянутая, что вам нужно куда-то далеко ехать, а это все вот как бы рядышком компактно. Вот, в этом туре четыре дня, три ночи мы проживаем в Ереване. Отели мы предлагаем от трех до пяти звезд в каждом практически туре можно выбрать. Если же турист захочет... На базе завтраков это стандартно. Некоторые программы, конечно, на базе включают обед. У нас там дальше мы будем говорить про гастрономический тур. Там, конечно, и вообще включены национальные обеды в национальных ресторанах, национальная кухня. Вот, ну, в общем, на базе завтраков обязательно. В основном все экскурсии, входные билеты и все в этих турах включены. Вот, и так в этом туре мы посмотрим Ерепан, Эчмиадзин. Как мы говорили, что Эчмиадзин – это резиденция католикоса всех армян, это как бы Ватикан в Армении, это входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2000 году, включен. Дальше мы посмотрим Звартноц. Вообще, когда ваши туристы будут прилетать в Ереван, они уже как бы попадают в аэропорт, который называется Звартноц. Звартноц – это, кто говорит, крылья ангела, кто, в общем... Это, кстати, новый аэропорт. Да, новый аэропорт прекрасный. Вот, Звартноц – это развалины, очень красивые замка. Но даже по этим колоннам, которые мы потом на картинках, мне кажется, выводим, мы вам покажем. Даже по тем, как этот камень обработан, как он сделал, это уже красиво. Даже эти развалины впечатляют. Вот, поэтому как бы обязательно это тоже масти, как бы Армения, это вот Звартноц. Потом Гарни. Я вам говорила, это визуически... Усу, визу, представлены на картинке. Да, Гарни представлены. Это нижняя левая картинка. Ну, и трампы тоже, да, нижние. Да, и нижние картинки, правильно. Это вот храм Гарни. Это визуический храм первого века нашей эры, который сохранился до сих пор, что, в общем, очень ценно. Храм Гегарб – это, наоборот, уже христианский храм. Вообще, тут же хочу сказать, что Армения – это первая страна, которая в государственном масштабе приняла христианство. Вот как раз благодаря Григорию Просветителю он как раз страдал за христианскую веру, был в яму погружен. Это вот в другом храме. Вот, и потом все-таки он как бы довел, да, вот христианство, что христианство было принято Армении. И, как я уже сказала, это вот первая христианская страна. И, значит, потом Ереван. Переходим к следующему, да, туру. Это вот, как я говорила, самый классный тур. Самый классный. Он у нас рассчитан. Там есть цены. Он дан у нас без перелета, но, как мы говорили, что перелет всегда можно подключить. Значит, это можно его сделать как два дня, одну ночь и три дня, две ночи. В этот тур включена, в общем-то, одна экскурсия. Это обзорная экскурсия по Еревану, в которой вы смотрите HMI-1 и смотрите Zvartnot. Вот. Если ваши туристы хотят, выбрали, например, ну, потому что за, грубо говоря, чтобы и погулять, и провести выходные, да, чтобы отдохнуть чуть-чуть, чтобы не было очень, как бы, так сказать, ну, очень, чтобы люди не устали, а именно как бы получили удовольствие. Знаете, меня всегда спрашивают, а кто едет в Армению? То есть вот кто наш клиент? То есть вот портрет клиента. И я всегда на этом вопросе останавливаюсь, потому что у меня нет такого четкого понимания, кто же именно может поехать. Потому что настолько разные люди едут, то есть очень много едет молодежи, которые просто, да, там работают, работают, да, но при этом хотят отдохнуть, выбраться куда-то вкусно поесть, и чтобы это было все дело экономично. Едут с семьями, даже с детками едут, с маленькими, и ничего, нормально, без проблем. Едет старшее поколение просто погулять, покайфовать, посмотреть, послушать джаз потрясающий, да, там в Армении, о котором мы дальше расскажем. У них вот, да, там проходят шикарные праздники, винные дни, да, там, которые были. В июне месяце обычно, то есть, если кто-то там хочет попробовать. Много различных других каких-то фестивалей, которые настолько душевные, настолько искренние и потрясающие, да просто прогуляться, подышать этим горным воздухом, не знаю, там, сесть на скамейку, там, не знаю, послушать этого, да там, на площади республики, посмотреть эти поющие фонтаны. Ну, то есть, как бы, здесь настолько разные люди, Армения подойдет, мне кажется, любому, от мала до велика, поэтому вот именно если говорить про выходные в Армении, то вот для молодежи или уже таких более-менее плюс-минус самостоятельных туристов, ну, это просто, я считаю, что must-have стопроцентный. Очень удобно, близко лететь, не нужно никаких там доп. ограничений, карантинов и так далее. Живете вы в Ереване, все под рукой, вот так вот. Наверное, вот я считаю, что прямо это надо ехать обязательно. Да, я хотела бы сказать, что в Армении очень красивые площади, вот она уже сказала про площади республики, еще одна очень красивая площадь, площадь свободы, где находится Ереванский театр оперы и балета. Вот, а площадь республики очень вечерами шикарная, когда там фонтаны, которые подсвечиваются, музыка играет. Это вкусно, красиво. Да, очень, да. И, кстати, на самом деле, когда вот Армения, еще сосон вкусный, да. Вкусный, да. Вкусный, да. Во всех смыслах. Да, очень много такого вот, как бы вкусненького. Да, и перейдем как раз к вкусному. Тур вкусный Армения для гурманов. Это, конечно, кастрономический тур, понятно, на 4 дня, 3 ночи. 100% праздник живота. Да, здесь как раз питание завтраки и обеда в национальных ресторанах включены, поэтому этот тур немного подороже. Но на самом деле про подороже мы уже немножечко коснулись этой темы, что питание в Армении совершенно недорогое. Поэтому, то есть это обрадует... А курции большие. Да, и я бы хотела сказать, что, кстати, про деньги Армении, что денежной единицей Армении является армянский драм. Просто как бы так вот... Да, но при этом при всем они принимают абсолютно к использованию любую. Да, любую. Вплоть до рублей. Ну, потому что как бы можно поменять драмы, а равны рубли, примерно те все драмы. Да, никто не говорит о том, что нужно брать только доллары или там только евро. Вы можете брать абсолютно любую валюту, я говорю, даже рубли. То есть никаких проблем с... Не изменится рубли на валюту, чтобы там как бы менять. Не изменится. И по поводу национальных ресторанов, еще что хочу сказать, что помимо национальных ресторанов, вам сможет ждать шикарный день в армянской деревне. Когда на ваших глазах готовят лаваш, как, знаете, как мы привыкли к блинам, с такой скоростью, вот это мама печет или там бабушка пеклеится блины. И так же делается лаваш, только это делается все в печи, очень быстро достается, очень много сыра, очень много зелени, с пылу жара, ну это просто... Это невозможно вкусно. При этом, да, там, вы также знакомитесь с другой национальной едой, смотрите, готовятся. Они приходят, это все рассказывают. Как они это делают? Может, кто-то хочет пойти там попробовать что-то-то поготовить, да, там. Может, кто-то хочет поучаствовать в таком своеобразном, да, там, мастер-классе. Поэтому этот тур, он не просто про поесть, он еще и именно про знакомство. Потому что, наверное, национальная кухня Еревана, армянская кухня, это, наверное, одно из достояний Армении. Как они все это просто делают так вкусно, красиво. Ну, в общем, как бы мне нечего добавить. Да, а мне есть что, а мне есть что. Хотела бы сказать, что в этом, вот мы когда говорили про озеро Севан, которое высокоборно с прозрачной водой, вот здесь вы посещаете, но вы не только посещаете, а и смотрите Севанаванг. Это монастырь, который как раз на берегу озера находится. Но вы еще и пробуете совершенно замечательную Севанскую форель. Туристам там готовят вот как раз обед. Да, и ракина с национальным вот таким колоритом. Вот, потом вы в этом туре посещаете и монастырь Нараванг, но вместе с монастырем и хор Верап. Вот еще один монастырь, это как раз тот, где яма. Глубоко переводится как глубокая яма. Это где вот как раз сидел, был заточен в течение 13 или 15 лет Григорий Просветитель. Но вы еще и побываете в селе, в таком, точнее, это долина, можно сказать, Арени, где как раз армянские вина производят. И можно попробовать армянского вина, посмотреть, как производится. И самая древняя винодельня, то есть там есть как бы раскопки, где была найдена обувь очень древняя. И что там делали вино. В общем, это древние корни виноделия. Они тоже как бы вот в этой вот долине. Да, так что, в общем, тур очень интересный. И я вас уверяю, кто один раз поедет в этот тур, потом захочет вернуться еще раз. Ну, как я вам уже сказала, что Армения – это христианская страна, первая страна, государство, которое приняло христианство. Вот, поэтому у нас есть тур, монастыри и храмы Армении. Здесь смотрим сразу же. Ереванский конечный завод. Можно сказать, что это тоже храм Армении. Да, храм Армении. Вот. Но, значит, вот на верхней левой картинке вы как раз видите, вот как я вам говорила, колонны «Зваркноц». Вы видите, какие они красивые, какие резные. Если посмотрите потом, там, вы, может быть, в интернете погугли, ну, посмотрите покрупнее, вы увидите, какая потрясающая резьба по кармению сделана. В общем, интересно. Будут смотреть Гарни, о котором мы уже говорили, Гегард, Хорберап. То есть все, вот, винный завод Армении тоже сюда входит. Этот тур идет на базе завтрака. Вы видите, как много разных мест. Но, как еще раз я повторюсь, что туристы проживают всю программу. Восемь дней, семь ночей. Это длинный такой хороший тур. Туристы проживают в Ереване. Это значит, что у них вечера практически все свободны. Вот чем мне нравится, и они могут погулять по городу и вот познакомиться. Когда ты на экскурсии ездишь, это очень хорошо. Но когда ты еще сам вечером можешь погулять по городу, это, конечно, как бы замечательно. Все Армения за неделю. Этот тур у нас ровно семь дней, как бы проходит одну неделю. Это значит, входит Ереван. Ереван, Ереван, опять, конечно, коньячный завод. Я хочу несколько слов про завод сказать. Мне совесть не позволила говорить на слайде с монастырями, но здесь не могу не сказать. Это тоже одна из удивительных достопримечательностей Армении. Это непосредственно Ереванский коньячный завод «Арарат». Все его знают, все на слуху. Несмотря на то, что сейчас капитальный завод принадлежит французам, да. Тем не менее, они все равно относятся с огромным уважением, отдают дань всем традициям и правильности изготовления коньяка. Когда приходите на завод, это не просто вы смотрите. Естественно, вас там ждет дегустация. Вам рассказывают про коньяк, каким он должен быть, как он выдерживается. Показывают бочки. И там, в принципе, когда уже вас подводят непосредственно к самой дегустации, вы уже такие немножко охмеленные, если можно так выразиться. Потому что, когда ты идешь вдоль этих шикарных, круговых бочек коньячных, настоящих, ты просто вот, ну, это тебе сносит голову абсолютно точно. Это очень красиво, все очень чисто, очень гармонично. Вам показывают знаменитые бочки, там, кем-то подписанные, с классными табличками. Есть какие-то президентские. Да, там и Путина есть бочка, по-моему, и Ельцина бочка есть. Ну, то есть, во всех там наших главных деятелей тоже, как бы, всех присутствуют, естественно, эти бочки. Вот, все это показывают, рассказывают историю, как это все начиналось, как это все производится, как это все выдерживается, какие бутылки, там, дорогу. Все-все-все вот это вот рассказывается. А в финале, да, действительно, дегустация вам дают на выбор три вида коньяка разной выдержки. Там, бывает, и 50 лет дают коньяк, рассказывают, как правильно, с чем пьют коньяк, да, там, ну, с чем едят, да, там, что едят во время того коньяка, как правильно держать бокал, как определить, какой это коньяк. То есть, абсолютно все четенько рассказано, разложено по полочкам, и это обязательно к посещению. Плюс там же на месте вы можете купить, там, неограниченное количество этого коньяка, там же продаются различные сухофрукты, чай, кофе, вот это вот все тоже там продается, все очень живо, очень интересно. И хочется вспомнить слова классика Максима Горького, который, когда был на коньячном заводе Арараты, тоже дегустировал, и его знакомили, он сказал, да, наверное, легче подняться на гору Арарат, чем выйти из подвала коньячного завода Арарат. Это действительно так, да. Ну, естественно, все достопримечательности, я тут понимаю, что в этом туре у нас добавляется дележан. Да, в этом туре добавляется дележан, о котором мы говорили, что это курортный город, и, в общем, называют армянской Швейцарией, потому что это такие небольшие, небольшая гористая местность, очень зеленая, там свой микроклимат, очень красивая. Да, кстати, знаменитая школа находится для одаренных деток. Да. Типа Сколково нашу. Да, в общем, очень красивое место, да, в этом туре обязательно знакомить с этим. Так что вот такой у нас тур, вся Армения за неделю. О, мы говорили, что мы делаем, да, событийные туры. Вот у нас было очень интересно, в июне мы предлагали тур винный на праздник вина в Армению, еще раз повторюсь, который каждый год в июне месяце, в начале июня третьего. Вообще пару слов про это скажу, потому что это все равно будет на следующий год. Это очень интересный такой праздник вина, который каждый год организуется в Ереване. Главная улица вечером перекрывается на протяжении, кажется, нескольких дней. Вот, и вечерами там, да, там, не знаю, до 11, до 12, она превращается в... То есть все винодельни приезжают туда... Местные. Местные, да. Приезжают туда со своим вином, со своими как бы небольшими закусочками, да. И там гуляешь, можно купить... У нас было в тур входил такой как бы паспорт, да, с книжечкой, когда вы можете пробовать это вино, то есть это все включено, то есть не нужно там платить, да, за это вы ходите, пробуйте, вот. И играет музыка, в общем, это такой праздник как бы вина, общения. Это именно праздник. Да, праздник, посвященный вину, да, очень хороший. А вот это вот в ноябре, опять же, ежегодный, ну вот пандемия, немножко как бы его вот, что праздник вина, его не было в 20-м году, в 21-м. Вот сейчас будет в 21-м году фестиваль джаза в Армении, с 14-го планируется по 21-е ноября. Сейчас как-то сложно так все говорить, но я надеюсь, что как бы все будет хорошо. Вообще Армения, это, Армения невозможна без джаза, ну, на мой взгляд, да. Ну да, конечно, очень часто, конечно. И очень много различных, да, баров, ресторанов, Еревана, где вы вечно можете послушать джаз. Да, вообще, как бы это... Поэтому фестиваль, он не просто так, да, это действительно талантливые люди приезжают и... Вообще Армения очень музыкальная как бы страна, вот, и джаз как бы считается, можно сказать, тоже национальной... Визитной карточкой, да, Армении. Вот, поэтому и вот там организуется такой вот фестиваль, Ереван Джаз Фест называется. И будет тур, то есть, вот, которые, конечно, смогут посмотреть основные достопримечательности. Это Ганни Гегард, Эчмиадин, Звардноц, но при всем при этом обязательно посетить... Это под открытым небом происходит, вот, этот вот джазовый фестиваль, насладиться как бы мелодией джаза, мелодикой джаза. Да, я что хочу еще добавить по поводу наших экскурсионных туров, что да, действительно, как бы, это вот все наши базовые экскурсионные туры, они все доступны, но не нужно ждать, когда наберется группа, там, не знаю, весь человек. Да, у нас такие цены, что они позволяют делать группы абсолютно любые от двух человек, да, Ирина? Да, да, то есть вы не боитесь, тур начинается в любой день, то есть вот если даже тур выходного дня, в принципе, как бы он спланирован так, что если с пятницы, то воскресенье, ну, потому что как бы маленький, но вы можете в любой день, как бы, взять и тур выходного дня, и любой, если почти во всех, ну, конечно, событийные, это там в определенный период, а все остальные туры можно с понедельника по понедельник. Вот, поэтому как бы и от любого количества человек, чтобы вы не боялись, что вот у вас только два человека или три человека, вот будет этот тур или не будет. Тур будет, вне зависимости от того, сколько человек, да. Вот, значит, ну, вот переходим, как я уже говорила, что наземному обслуживанию, про это я вкратце сказала, единственное, хочется сказать, что вот мастер-классы остановиться на этом. На самом деле, и когда гастрономический тур, и когда вы, как бы, ну, вот, индивидуальные туры захотите сделать, можно в любой тур добавить, если у вас вот два человека хотят мастер-класс, можно для двух человек. Мастер-класс по производству долмы, мастер-класс по производству, ой, по производству, как делать долму, как делать хороват. Хороват – это, мне сказали, да, армянский шашлык, он называется хороват, он из разных видов мяса делает, очень любят комбинировать мясо с овощами, то есть баклажаны печеные, там, помидоры, вкуснейшие печеные. Вот, можно сделать вот такой мастер-класс, можно мастер-класс, Анна говорила про лаваш, как изготовить лаваш, вот это все, мастер-класс провести. То есть все, в общем, вот это, об этом тоже, имейте это в виду, по крайней мере. Ну, и теперь несколько слов про отели. Да. Расскажем вам, что и как. Да, вот один из лучших отелей, на мой взгляд, очень хороший, мы с него начали, с Александра Салавшерик-Алакшин-отель, он находится всего в пяти минутах ходьбы от площади республики, от академического театра оперы и балета, то есть в центре, роскошные номера, ресторан с великолепным панорамным, да, с великолепным видом, бассейн, фитнес-центр, то есть хорошая такая, хорошая пятерка. Увиденная пятерка, да, но цены на нее, естественно, будут такие прям вот... Тоже уверенные. Пятерочные. Да, пятерочные. Мариотт-Ереван. Мариотт-Ереван, это прямо вот в центре города, расположено на площади республики. И, как видите, очень красиво создает, как бы, архитектурный облик этой площади, с традициями отель. Не бойтесь, что будет шум, так как находится на площади республики. Специально, вот, мы написали, что звукоизолированные номера. Да, я не собрать вам лет, может быть, ну, относительно недавно, не знаю, сколько точно по годам, но абсолютно точно, так как отель сам по себе, он не совсем новый-новый, но при этом, при всем он реновирован, и как раз-таки реновирован с точки зрения звукоизоляции, да, там, номеров, но говорит, что он какой-то особенный, какой-то он уникальный, кроме его места расположения. Да, он уникальный на своем месте расположения. Да, дольше это, да, то он действительно в центре, он такой очень забыл. Но он классический. Ну, это вот прям вот мариот по всему приличию и обличию, вот, ни больше, ни меньше. Да. Редисон Блю, это тоже пятизвездочный отель, отреновированные современные номера, и с великолепным, как мы говорили, что из разных, да, мест можно как бы полюбоваться на гору Арарат. Кстати, вот одно из мест, мы не сказали, в Армении, когда говорили по Эреван, каскад. Это в центре прямо Армении находится потрясающий совершенно архитектурный комплекс, который называется каскад, и наверху смотровая площадка, куда очень хорошая на гору Арарат. Армении, это тоже такое уникальное место, которое находится в Ереване. Уникальное оно чем? Там пересекается современная архитектура, какие-то современные скульптуры с древней культурой, вот с древней архитектурой. И вот это настолько все очень гармонично. То есть про Ереван я, наверное, могу сказать, что это, ну, как город контрастов, что ли. Потому что, да, как бы есть и старинные здания, такие архитекторские, с каких-то идеей, но при этом очень много современных построек. И вот Рейдис Ван Глюид – это как раз-таки такой современный, хороший, для этого отель. Гранд-отель Ереван, с лакшери-хотел, с логовод, я не знаю, цепочка называется. Да, это бывший отель «Тюлип». Находится он, забыл, как это республикается, «Площадь Свободы» называется. Да, «Площадь Свободы». Рядом с ним кинотеатром «Москва». Находится прекрасный фонтан, тоже очень классное расположение. И рядом с этим отелем, прямо практически стенка в стенку, находится знаменитый джазовый клуб. А вот тогда мы начинали говорить про наземенное обслуживание, там была картинка внешнего. Да, внешнего, да-да-да. Очень красивый такой красный, может, мы не найдем. Да, вот она. Вот, вот это вот. Да, очень красиво. Очень хороший отель. У него бассейн на крыше, хорошие номера, большие, просторные, богатые такие, прямо дорого-богатые номера. Очень прилично. И это, по-моему, один из старейших отелей, более ста лет, если я не ошибаюсь, ему уже, как бы, да, там, есть. Но при этом, как бы, да, там, заходя в него, ты понимаешь всю, как бы, ответственность возраста, но при этом он очень современный. Современный, да. И красивый вид тоже с открытого ресторана. Да, да. Ромадаж Ютс Байвингхам, Ереван. Это уже отель 4 звезды, но тоже современный отель, хороший, качественный. Да, здесь по поводу этого отеля важно сказать, что это отель для не курящих. Это тоже очень такой важный момент. И он находится примерно, ну, 150 метров, наверное, до площади Республики. Да, да. Пройти недалеко тоже от этого. Да, был Крибай Хилтон, Ереван Сити Центр. Здесь можно сказать, что хорошо, что есть хороший, да, спа, фитнес-центр, в 10 минутах ходьба от площади Республики. Обычный, да, там ничего не такое. Ани Гранд Отель. Мы предлагаем вот многие во время экскурсионных туров размещение в Ани, в отеле Ани. Ани Централ, это как бы тоже такая 4 звезды, но по 3-4 звезды, я бы сказала, Ани Гранд Отель, Ереван, это 4 звезды. Вот, он расположен тоже в центре, ну, чуть-чуть, может быть, один километр от площади Республики. Ну, центральная, но чуть-чуть, 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 чуть-чуть подальше. Но очень хорошая, красивая Ани. Ой, ну, а я любовь. Это твоя любовь, ты рассказывай. Да, Хаяк Плейс. Я говорила с вами про Мариот, который находится на площади Республики. Так вот, Хаяк, ну, прям практически недалеко от Мариота находится, но немножко в углублении. Поэтому у него еще тише, несмотря на то, что, да, там, не такие звукоизолированные номера. Это обычный абсолютно Хаяк, очень бизнесовый отель, очень приятный, ничего лишнего в нем нет. Повсюду зеленые яблоки, очень просторный, свободный, без всяких вот рюшек, бантиков. То есть современно. Очень современно, да. Ну, конечно, современно и стильно. Очень стильно, да. Он находится в самом центре, прям вот непосредственно тоже, я говорю, на площади Республики. Но он очень подойдет, да, там, для тех, кому нужна простота, да, но при этом, да, там, какая-то практичность, четкость такая вот, не знаю, меньше пафоса, господа, это 100% про Хаяк Плейс. И, конечно, да, для корпоративных клиентов, для размещения корпоративных клиентов соотношение цены и качества, это просто вот, ну, топ. Ну, по мне лично, да, там. Бест Вестерн плюс Конгресс отель Ереван тоже один из моих любимых отелей. Он находится буквально, наверное, может быть, на минутах пяти ходьбы от площади Республики. Перед ним открылся шикарный детский парк. Детский парк, да. Да. Важно, что про этот отель сказать. Да, бассейн. Отель очень классный, но у него маленькие номера. Вот это абсолютно точно. То есть даже если вы берете номера повышенной категории, то они сами по себе, площадь номера, она небольшая. Ну, просто мы специально на этом акцентируем внимание, что, ну, да, но зато большой сад, бассейн с шизлонгами, то есть как бы жаркий день. Хорошо, да. Но надо предупреждать туристов. Вот такой. Да, очень такой, как бы вот он. Ибис Ереван-центр. В центре Еревана в нескольких минутах ходьбы. Это как бы три звезды, но очень качественная, такая стандартная, ибисовская. Они есть в разных городах. Все как вот у Ибиса должно быть. Все современно, лаконично, четко. Ну, могу сказать, что в Ереване еще классный шопинг. И все главные улицы, да, там с главными магазинами, как брендовыми магазинами, так и не брендовыми, да, там просто, да, там с обычными, да, там именно направленные на шопинг, они находятся в центре. И все находится очень недалеко. Вообще площадь республики это такое, как, вы знаете, солнышко, от которого отходят лучики в виде улиц. И разные улицы, да, там имеют свои какие-то особенности. Вот несколько улиц, это, конечно, такие улицы, где можно походить, там что-то себе приобрести. Не, я имею в виду, не сувенир, а может быть там какая-то, не знаю, там кофта, куртка. Захотите в какую-то одежду купить. Ну, не важно что. Дьюти-фри же все-таки. Дьюти-фри можно получить там. А ювелирные украшения тоже. Я вот не фанат, поэтому ничего не могу сказать. Но вообще, как бы различных всяких очень интересных, да, там сувениров. Хорошо, сами местные. Очень много, да. То есть, например, когда вы подъезжаете к озеру Сиван, внизу есть парковка, да, где останавливаются автобусы, машины. И там очень много, помимо того, что там продаются всякие сувенирные какие-то лавки, там своего рода такой, не знаю, можно сказать, глашиный рынок. Рынок с различными подделками, там старинными, старинными, собственноручными, всякими разными косметичками, браслетами, какими-то там шкатулками. Вот это я очень люблю. Да, вот этого на Сиване очень много. И еще про Сиван, что важно сказать, что несмотря на то, что жарко, берите обязательно куртки, потому что другое, да, мы про это забыли сказать, ветра, ветра, да, там... Ну, потому что оно высокоборное, оно находится... Вам придется подниматься, да, должно быть обязательно, вообще, в принципе, когда отправляете своих туристов на экскурсионку, должна быть обязательно, сто процентов, удобная обувь, видеть, что шлепки не совсем, да, там подойдут, и обязательно, да, там, даже если на улице 35, все равно нужно брать с собой какую-то ветровку, потому что если вдруг вы поедете в горы, да, там, на то же самое Сиван, который там, да, там, не прям такая прям гора-гора, но тем не менее, там может дуть, несмотря на то, что 35, прямо дует сильно, а не подойти к Сиванованку невозможно, вот, поэтому обязательно предупреждайте своих туристов, вот, что, как бы, смогла сказать. Ну, еще один Мариот, который мы все очень любим, и пару слов о Цехкадзоре, Цехкадзор это великолепный для зимы горнолыжный курорт, где можно, где еще можно на лыжах показаться, если спросите вас, можно сказать, в Армении, на Цехкадзоре, это когда-то было олимпийской базой, вот, можно там покататься на лыжах, может, еще там на каких-то видах, там, фри. Да, 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 это была бывшая олимпийская, вот, как-то, нерезерпная, тренировочная база, по-моему, по вапслею, если не ошибаюсь, в советские времена, отель Мариот, очень современный отель, очень красивый, очень красивый, очень большой, у него шикарнейшая территория, теннисные корты, бассейны, там, несколько ресторанов, тир, с практически боевым оружием, и кто не фанат, от моря, но хочет вот на природе хорошо отдохнуть летом, то Циткадзор, это как бы, вот, Мариот, это прекрасный выбор. Да, про зиму я, наверное, могу сказать, что если ваши туристы останавливаются в Мариоте, Циткадзор, то там шаттлбасс бесплатно ходит, да, до горы, да, там, до подъемников, начальной, как бы, там, а если говорить даже, что, допустим, ваши туристы едут летом, ну, не хотят какой-то городской суеты отдохнуть, но при этом хотят, да, чтобы это было недалеко от Еревана, то это тоже шикарный вариант, потому что, вот, если про Мариот Ереван можно сказать, я бы сказала, что это вот прям вот Мариот-Мариот, в нашем понимании, то Мариот Циткадзор, это какой-то другой Мариот. Он в стиле Шалет, так мы помним. он какой-то вот, он совсем иной, с какой-то другой аурой, он настолько вот какой-то, не знаю, воздушный, несмотря на его всю, как бы, мощность, большой домотель, да, но он такой, как бы, приятный, ну, очень кайфовый, вот прям вот рекомендую, даже просто самим сгонять в горы пожить, находится, сколько там, в 30-50 километрах от Еревана, да, там, дороги хорошие, доехать вам не составит долго времени, поэтому очень рекомендую, обязательно, в этом циркодзор врет к бронированию. Ну, и не могу не сказать, чтобы не предложить вам подписаться не только на наши рассылки, не только узнавать на нас на профитревел, но, конечно же, узнавать о нас в наших социальных сетях. По Армении, у нас сейчас действует акция, забыла добавить слайд, но скажу, в этом слух, что у нас сейчас действует акция повышенная комиссия для туристических агентств, плюс 2% вы получаете при бронировании туров в Армению. Это, я считаю, что, как бы, там, нынешние условия, да, там, сложного лета прошлого, как бы, да, там, это хорошее подспорье будет вам для мотивации к продаже. Конечно же, ждем вас в наших социальных сетях, там, бывают различные конкурсы, какие-то новости, все сейчас, да, там, пользуются социальными сетями, у всех есть, там, Инстаграм, и Контакты, Facebook, везде все это доступно, в зоне доступа, и там информация всегда актуальна, и всегда мы там на связи, и можем задать вопрос. Но главный слайд, я считаю, что вот этот, вот это Контакты Ирины Абуловой, которая с радостью вам поможет подобрать любой тур, сделать возможным и невозможным, и добавить красок в путешествия по Армении, поэтому очень рекомендую обязательно побывать в Армении, потому что это абсолютно точно то, что нужно увидеть своими глазами. Сколько бы фотографий мы не делали, каких бы красивых видов мы бы не вставляли, это никогда в жизни не сравнится с тем, что увидите вы, там, ваши туристы своими глазами. Это нереальные красоты страна с теплой душевностью, с искренностью, с сумасшедшим гостеприимством. Очень рекомендую. Может, есть какие-то вопросы у вас. Ну, вот сейчас прямо две минуты у нас осталось, пока нас не выключают. Сейчас, Ира, да, А я пока нас не выключают, хотела бы сказать вам спасибо и сказать его по-армянски. Это Шнар-Калу-Цюн всем за то, что вы нас слушали, за то, что были вместе с нами и добро пожаловать вместе с нами в Армению, раскроем эту страну, покажем ее другим. Очень приятно, когда туристы остаются довольны после того, как мы их отправим куда-то. И вот это как раз та страна, откуда турист приедет и скажет вам Шнар-Калу-Цюн за то, что вы их туда отправили. Да, это абсолютно точно, потому что, говорю, мы самое главное не сказали Грузия. Можно ли из Армении в Грузию попасть? Можно. Можно. Из Армении можно в Грузию, можно сделать как бы комбинированный тур Армения-Грузия. В Армении нет моря, можно посмотреть Армению, переехать в Грузию и там в Атуме сделать отдых на море. То есть различные варианты, комбинации, кто что хочет, пожалуйста. Да. Поэтому ждем вас, ждем ваши заявки, ждем ваши вопросы. Если вдруг я вам нужна, то меня зовут еще раз Анна Додонова, мой добавочный 107 в спектруме по общему телефону, да, там вот у Иры 134, а у меня 107. Всегда тоже буду рада ответить вам на вопросы, подсказать по отелю, там, не знаю, посмотреть цену, если вдруг, да, как бы Ира не может помочь, да, там, занята или еще что-то. Ирина тоже с вами всегда на связи. Говорю вам огромное спасибо, что нашли время прийти к нам на вебинар. В такое сейчас сложно. В такое непростое время. Да. Всем желаю хорошего лета. Лето началось. Пусть будут возвратные туристы, пусть туры ваши продаются, вам успешных продаж. Мы с вами прощаемся. До новых вам с вами встреч. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok